Продолжение следует... По-моему, выдающейся женщине, может быть, самой выдающейся супруге писателя, Нине Николаевне, это его третья жена. И они жить-то решили вместе, ну так, от огромной усталости. Было такое ощущение, что никто никого не любил. Мы просто испытывали друг друга какие-то такие дружеские чувства. Ну и потом был ещё такой важный момент. Грин не пил два года. И, конечно, про него ей рассказывали, как умеет пить Александр Грин. А я уже говорил об этом в одной из первых передач. Ну, наверное, здесь бы вот эту страшную пальму перенства мог бы оспорить и у Александра Куприна, и у Сергея Есенина. И, надо сказать, Алексей Максимович Горький сыграл случайно вот такую вот счастливую роль. Грин просил у него на свадьбу, ну, спирта. Спирта. А спирта не было. Я думаю, что если бы он выпил, и Нина Николаевна увидела его вот так вот на своей свадьбе, то, может быть, с этим бы всё и закончилось. Но он не пил. И так постепенно, потихонечку, она как-то трогательно описывает вот эту первую ночь, когда она обняла его, и он почти заплакал. Вот настолько стосковался. Вот сердце-то было одинокое, даже очень одинокое. Дружил с Ястребом. Это знаменитые фотографии, где Грин с Ястребом уже там в Крыму. Нашёл маленького ястребёнка. И говорил о том, что в его обществе ему и его жене лучше, вот и не бывает. Гораздо лучше, чем с людьми. Выхаживала его, его кошка ранила, Ястреба. А они его лечили, вылечили. Страшно как-то пережили его смерть. Вот такая вот одинокая птица, Александр Грин. И Нина Николаевна, ну, не только ему обеспечила вот это вот какое-то удивительное существование там 23-24 года, когда Грин очень много написал, он написал очень важных вещей. Но она его буквально спасала. В какой-то момент, когда Грин будет пить, и пить будет страшно, и у неё будут вот эти вот мысли о том, может быть, оставить его. Её однажды спросили, а как вы с ним живёте? Ведь это ужасный человек. Ну, потому что Александр Степанович выпивший был совсем не подарком. А она говорила, ну, а как я его оставлю, он же там умрёт под забором. И шансы были умереть под забором у Александра Степановича. Но она его выхаживала. Она его... Здесь есть такая тема вот этого опять страшного города, Санкт-Петербурга, в ту пору уже Петрограда. Поскольку, как только появлялись деньги, появлялось вот это окружение, эта богема, и Грин начинал пить. И в какой-то момент она поняла, что надо спасать его. Она подговорила доктора, который, ну, говорил, сказал ей, вы притворитесь, что вы больны, и придите вдвоём. Они пришли вдвоём, и он ей поставил диагноз какой-то, по-моему, сердце. Сказал, что срочно надо менять климат, из Питера надо уезжать. А Грин страшно переживал, он её так любил. И вот это вот он понимал, что он её сердце постоянно разбивает своими пьянками, обещаниями не пить, которые он не сдерживал. И выбрали Крым, выбрали Феодосию. И вот этот музей, в котором я был, и, может быть, кто-то из тех, кто смотрит эту программу, у тебя были лучшие годы их жизни. У них был такой пакт. Пакт. Феодосию он не пьёт. А когда выезжает на охоту за червонцами, в Москву и Питер может пить. Ну, все понимали, что нереалистично ему совсем бросить пить. И в Феодосии, когда они жили, у Александра Степановича вот месяц-полтора, и начиналась вот эта страшная вот эта алкогольная тревога. Он переставал есть, начинал много курить, раздражался, злился. И жена договорилась с своей матерью, то есть тёще Александра Степановича, что как бы тайком от жены, это они так придумали, тёща им будет иногда давать бутылочку. И вот она им давала бутылочку раз в месяц, раз в полтора месяца. И Грин веселел, ходил. А выпить надо было тайком, чтобы жена не знала, то есть ночью. Все ложились спать. Он выпивал бутылочку, ложился спать. Утром вставал, тёща его встречала. Вот, говорил, только тихо-тихо, давала им похмелиться. После этого поел чаем, и как-то вот жизнь продолжалась. И вот эти вот четыре года, они, в общем, прожили душа в душу. Но тут началось вот это вот, ну, уже тотальное несовпадение Грина с эпохой. Он пишет «Бегущую по волнам», одно из своих лучших произведений, никто не берётся печатать. И надо всё чаще и чаще ездить в Москву и Питер. И он всё чаще и чаще пьёт. Хорошо, когда она может с ним поехать. Потому что тогда она его хотя бы… И он отдавался целиком, полностью на это. Целиком и полностью. То есть она его доводила до кровати, он ложился спать и тихо засыпал. Но когда им давали разные комнаты, то есть вот он в мужской части общежития, а она в женской, например, то она его доводила до комнаты мужского общежития и с ужасом уходила, потому что понимал, что сейчас будет. Сейчас зайдёт пьяный Грин, всех раз будет, и начнутся неприятности. И неприятности начинались. И случилась вот эта вот неприятная судебная история, которая тянулась годами, которая в некотором смысле доконала Грина. Он продал свои права такому издателю, Вольфсону, который наобещал ему стрекороба. В итоге издатель собрания сочинений в 15 томах вышел, по-моему, 8, обещал на хорошие бумаги, вышел на плохое, обещал в чудесных обложках вышли бумажные обложки. И начались сложности с деньгами. Вольфсону арестовали, потом выпустили. И он же не имел права уже торговать своим произведением, подписан договор. Он мог получать деньги только за новые произведения. И они их не хотели печатать, потому что, как в «Золотом теленке», помните, Остап Брагимович Бендер говорил, вот вся страна хочет строить социализм, а я не хочу. Вот Александр Степанович не хотел строить социализм. И он хотел писать «Бегущую по волнам», и он её написал. И в год Великого перелома, например, в 1929 году, он напишет свой роман «Дорога в никуда». Ну, вы представьте себе, на страницах советской печати роман, который называется «Дорога в никуда». Куда это? В никуда. И вообще живёт где-то в Феодосии, а чуть позже денег уже не стало, и они переселились в Старый Крым. И вот эти вот судебные сдержки, и часто от Грина требовалось одно – прийти трезвым. Прийти трезвым на суд. Вот этот советский суд справедливый, но беспощадный, и он приходил туда в Зюзю совершенно, и производил жуткое впечатление на судей, и судебное заседание, в общем, заканчивалось ничем, и нужно было снова ехать в Москву и в Питер, и он снова там пил. Она всё это вытерпела. Всё вытерпела совершенно. Более того, он… У него будет рассказ такой про человека, который женился, и ушёл покурить или прогуляться, и ушёл на всю жизнь. Потому что сначала пошёл пройтись, заблудился, потом понял, что если придёт сейчас, то она расстроится, лучше утром. А утром к чему-то тоже не пришёл, и, в общем, не пришёл вообще. Никогда. И разрушил жизнь женщины. Вот власть над собой вот этой страшной тёмной силы, которой он не мог сопротивляться, он ощущал всегда. Он в последние годы жизни вот в Москве и в Питере часто уговаривал друзей, чтобы мы отходили с ним, потому что если не пойдут, он пропадёт. Ну, как пропадёт, заблудится, будет где-нибудь лежать, пропьёт все деньги, займёт, снова пропьёт и так далее. И когда рядом не был Николай, начинался этот кошмар совершенно. А деньги кончались. Они дошли до абсолютной нищеты. Просили, ну вот у кого сколько, у знакомых. Кто-то 200 рублей дал. Просили у Союза писателей какие-то деньги в литфонде. Был момент, когда не было ничего. Не было керосина, не было хлеба, не было ничего, только какая-то старая картошка. И он опять уезжал и опять пропадал. И опять пропадал. И итогом вот этих блужданий было вот это потрясающее смирение в последние месяцы жизни. Ему с опозданием поставили диагноз, это был рак желудка. Он просто начал страшно худеть и перестал есть. И он однажды только поговорил об этом со своей женой. И он ей сказал, что Нина, или он ее называл там как-то, ну вот как Котофейнка, ну как Кот Котофеич, Котофейнка, сказал, мне 52 года и сил нет никаких. И я же знаю, ты знаешь, за водочку надо расплачиваться. И надо расплачиваться всем. И он приготовился расплачиваться. И вот при этой страшной болезни, вдруг, вдруг, непонятно откуда, может быть из той самой Гренландии, которую он сочинил, к нему пришла невероятная кротость и смирение. Он все терпел, он был невероятно вежлив и уважительен по отношению к другим людям. Это Александр Степанович, которого вот постоянно, это его темный ангел или демон путал, который вдруг принимался ночью, подходил к другу, начинал его душить. Он попадал в мир своих произведений и начинал их каким-то образом проигрывать, как актер. Вот он так со слонем с кем поступил, тут проснулся, его душит. Оказывается, он писал навелу, в которой герой, значит, должен был заплатить за то, что плохо обошелся с девушкой. Или брал в руки топор, подходил к кому-нибудь, говорил, я тебя сейчас убью. Человек приходил в ужас, а он писал этот момент навелу об этом. Учитывая его нелюдимый нрав и такое стоическое мужество в сопротивлении эпохи. То есть не одеваться так, как все, жить не так, как остальные. Приезжал к Волошину в коктейбель на дачу, где все были полураздетые. Такой в одежде старомодной, не раздевался на пляже, ходил в пальто. Над ним смеялись. Но вот он эту свою легенду, вот этого грима нелюдима, который дружит только с Ястребом и с ангелом-хранителем женой, он ее осуществлял вполне. Да это уже не было легенды, уже стерлась грань между легендой и жизнью самой. И она ему, у них никогда не было своей квартиры, была недолгое время в Петрограде, но надо было ее увозить в Крым, чтобы не пил. И она ему, они переселились вот в этот домик на улице Липкных-то в Старом Крыму. Он там провел свой последний месяц. И она на какие-то деньги там, непонятно где заняла, она купила этот дом. И у нее в последний месяц перед смертью, когда он не мог уже практически шевелиться, его выносила, там женщина-сиделка была очень сильной на улицу, он получил вот это вот жилье вот в преддверии смерти. И Грин умрет вот так вот от истощения, от болезни. И последующая история Нины Николаевны потрясающая, потому что она во время оккупации немецкой будет работать в типографии. А когда будут освобождать Крым, пойдут слухи, что Красная Армия расстреливает всех, кто сотрудничал с немцами. Она спасла 13 человек, по-моему, от расстрела. Но она работала в типографии, она выпускала какую-то бюллетень, то есть формально она работала на немцев. И случилась вот эта история, она поехала в Германию. Она поехала в Германию, потом попала в плен в американский, потом ее обменяли. Она вернулась, пришла сама в госбезопасность и сказала, что вот так и так я виновата, я работала в типографии на немцев. И сказали, ну идите, мы разберемся. Через две недели ее забрали. Десять лет. Десять лет лагерей, плюс пять на поселении. И потом до конца жизни ее так и не реабилитировали. Но она, вернувшись, она стала бороться за домик Грина в Старом Крыму. Домик уже райкомские работники подобрали под себя. И она будет бороться, что такое была партия в то время, вот с этим всесильным монстром. За память Грина. И будет потрясающее совершенно событие. Ее будут оплевывать, будут ходить слухи, что она бросила Грина в последние два года. Ее будут называть фашисткой на улицах. Она вытерпела все. Ее запретили хоронить, вопреки ее воле в завещании, в одной ограде с Грином. И был тот потрясающий случай, как будто изновела Грина. Люди, которые были на похоронах, охранил Грина весь город, как это ни странно, и Нину Николаевну. И вот люди ночью выкопали гроб и тайком перенесли в ограду, где лежал Александр Степанович. И засыпали камнями, такую как бы нишу образовали. И потом об этом узнали партийные начальники. Ну, как-то пытались с этим бороться, но не получилось. И она так и осталась лежать там вот вместе с Александром Степановичем Грином. И только когда она умерла, уже в 70-е годы, вот и в Феодосии, и вот в этом маленьком городке вдали от моря, Старый Крым, появились в музее Александра Степановича Грина. Вот этого совершенно удивительного, никогда не лизавшего пятки современности, как говорил он, сам человека, который создал свои поразительные произведения, многие из которых, особенно его новеллы, до сих пор остаются большим количеством читающих, все еще читающих русскую литературу, непрочитанными. Я думаю, что это стоит сделать, вы откроете для себя выдающегося, а может быть и великого писателя. Субтитры создавал DimaTorzok